МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортёр 73 представляет информационный выпуск. Каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Мазуряк. Смотрите сегодня в программе. Мирный и лечебный. Это аналог таджикского курорта Хаджи Бигар. Очень известный в Советском Союзе курорт. Был очень популярный. В Ульяновске заработал уникальный родонариум. Как воспитать патриота? Успех школьников в первую очередь, успех подрастающего поколения. От этого зависит будущее нашей страны, нашего государства. В ульяновских школах начались разговоры о важном. Никто не забыт, ничто не забыто. Я хочу обратиться к нашим сегодняшним молодёжям. Нам сегодня всем как никогда нужна единство, нужна народная солидарность и поддержка наших сегодняшних парней, кто сегодня служит и в спецподразделениях. Две памятные акции состоялись в областном центре. Тут прорвало, там отключили. Новое обострение коммунальной проблемы случилось при смене сезонов. В нескольких кварталах областной столицы жители снова без воды. Водоносные артерии города в плачевном состоянии. За лето ситуация в лучшую сторону не изменилась. Порывы на сетях продолжают бить по жизнедеятельности целых микрорайонов. На места очередных аварий отправилась наша съёмочная группа. Утром 5 сентября на территории школы номер 7 Засыяжье забил фонтан из-под земли. В результате чего напор воды упал в десятках домов по улицам Облуково и Пушкарёво. Прибывшие службы перекрыли водопровод и занялись исправлением ситуации. Прорыв уже не первый. Буквально на прошлой неделе в 10 метрах от этого места на этой же трубе была течь, которую оперативно устранили аварийные службы. Новые аварии долго ждать не пришлось. Мы вызвали службу водоканала. Они приехали и нас предупредили о том, что не будет холодной воды в течение какого-то времени. Но сейчас произвели свои работы и сейчас постепенно восстанавливается водоснабжение у нас в школе. Вот мы приехали где-то около 9 часов. Произвели закрытие. Раскопали, утечку устранили. Время вот в 13 часов открылись. А сейчас зайдём в школу, проверим давление воды. Трубопровод на этом участке, чугунный, прокладывался ещё во времена СССР. По всей видимости, срок его службы подходит к концу и сеть требует капитальной модернизации. Другая проблема с водоснабжением жилых домов находится в частном секторе. Как сообщают жители улицы Труда, напор у них низкий. Или же вообще вода пропадает. В вечернее время, больше 22 часов, когда расхода воды по микрорайону практически нет, она появляется и заканчивается где-то в районе 6 часов. Такая вещь происходит на протяжении уже с мая текущего года и вот по настоящий момент. Жители обращались в Роспотребнадзор, прокуратуру, к депутату, а через него уже и к главе города. Водоканал якобы ответил, что в отсутствии воды виноват поливочный сезон и незаконные врезки в водопровод. Но лето закончилось, а вода в домах так и не появилась. Мы не можем ни постирать, ни посуды не помыть. У нас дети, мы даже помыться нормально не можем. Вчера весь день воды не было. Она появилась только вечером. И всё, весь день воды нет. От нехватки воды страдают 9 домов на возвышенности. И получается, что давления в трубах не хватает. Даже в колонке на улице слабый напор. Хотя в прошлом году таких проблем не было. Жители даже сами хотели решить вопрос, но... Мы могли бы, конечно, пробурить скважины, здесь построить колодцы. Но минус в чём, мы находимся на глиняном пласту. И ближайшая точка воды, в которую мы можем пробуриться, это 35 метров. А это достаточно большие капитальные вложения. Всё это время водоканал занимался решением непростого вопроса, чьи же трубы несут ресурс жителям улицы Труда. Пока что загадка для городских служб так и осталась нерешённой. Александр Злобин, Юрий Давыдов, репортер 73. Мирный атом — это не только килотонны энергии с электростанцией, но и лечение. 86-й элемент таблицы Менделеева «Радон» поможет укрепить иммунитет и подправить пошатнувшееся здоровье. Об уникальной ульяновской лечебнице «Радонариуме» расскажет Вячеслав Новожилов. Хмурая осенняя погода может подорвать даже самый крепкий иммунитет. Позаботиться о здоровье поможет радиоактивное облучение. Радоновые ванны помогут укрепить сердечно-сосудистую, эндокринную и нервную системы. Кроме исцеления заболеваний опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных недугов, радонотерапия поможет сохранить здоровье, укрепив иммунитет и предотвратив развитие болезней. Если во всех санаториях, на всех курортах содержание концентрации радона не меняется во время процедуры, то если ее менять каждый день на каждой процедуре, мы можем добиться результатов очень серьезных по изменению иммунитета, поддержания его. Содержание соли в бассейне такое же, как в Средиземном море, к услугам клиентов и иммунаторий-хамам, куда подается горячий пар, насыщенный продуктами полураспада. Это аналог таджикского курорта Хаджи-Беган, очень известный в Советском Союзе курорт, был очень популярным. Радонотерапия и бальнио, то есть водное лечение, известны людям с давних времен. Вулканические почвы и подземные источники Эллады также были насыщены радоном. Эта преемственность отражена и во внешнем виде современной речебницы. Все первые бальниотерапевты были известными греческими или римскими морочами, поэтому мы решили вернуться к стокам и построить как римский храм у нас в Радонариум. С 2004 года здравницу прошло свыше 50 тысяч человек. Благодаря недавно построенному Радонариуму поток гостей, в том числе из соседних регионов, должен вырасти. Граждане нашей страны могут теперь необязательно выбирать для себя направление поездок дальней, типа Пятигорска, приезжать к нам в Ульяновск. И, по крайней мере, для жителей Приворского федерального округа, это один из самых густонаселенных округов, они могут приезжать к нам сюда в Ульяновскую область и проходить такую процедуру, которая действительно уникальна. Все яд, все лекарство. То и другое определяет дозы. Слова средневекового врача Парацельса как нельзя лучше подходят для описания Радонариума. Оставь разеофобию всех сюда входящей. После прохождения процедур посетители будут светиться разве что здоровьем. Город спит спокойно. На страже порядка доблестные сотрудники ППС. В этом году патрульно-постовая служба в системе МВД России отметила свое 99-летие. Полицейские всегда готовы прийти на помощь, действовать четко, уверенно и быстро принимать правильные решения. В Ульяновской области с начала года нарядами ППС раскрыто около 400 преступлений, половина из которых совершена на улице. Полицейскими выявлено более 11 тысяч административных правонарушений. Второй день осени – профессиональный праздник, день патрульно-постовой службы. В рейд с сотрудниками полиции вышел Павел Петриков. Встретилась нет трусов, встретилась нет предателей. Все достойны, добросовестны, смелы, несутся на улице. И особенно в критические моменты. Охранять правопорядок – миссия полицейского. Он никогда в сторонке не стоит, когда затронут мирный быт. Экипажи ППС продемонстрировали, как проходят будни патрульно-постовой службы. Проверка устава, знание закона, экипировка на месте, на всякий случай отработка защиты от ножа, по машинам и в патруль. Маршрут – Ленинский район. Внезапно рация издает звуковой сигнал. Свой район патрулирования экипаж ППС знает наизусть. Избрав кратчайший путь, прибыли быстро. Вызовы поступают разные. Бывает, во дворе жарят шашлыки или кондиционер соседа мешает спать, но чаще в полицию звонят с просьбой о помощи. Вот этот экипаж буквально только заправиться успели, только тронулись, поступил сигнал на рацию. Звонила местная жительница, сообщила о том, что ее ударил сосед. Пока не разобрались, насколько опасно. Действуют максимально осторожно. У вас, получается, сосед ударил по лицу? Ударил по лицу, толкнуто было. Соседка все видела, она сидела рядом. Можете ее позвать, она все расскажет. Еще лучше расскажет сам сосед. Стоит рядом, бежать не пытается. Что у вас будет дальше? Словесно, телепалка, соседка. То есть я сделал замечание ребенку, а на ее ответ был агрессия у моей стороны. В этом случае так называемая агрессия породила еще большую агрессию. Со слов мужчины удар это пощечина, чтобы успокоить женщину. Конечно, все слова тут в кавычках, ничто не оправдывает рукоприкладство. Лишь дождавшись приезда скорой помощи и убедившись, что конфликт исчерпан, экипаж отправляется дальше. Иван Шлеников на службе с 2021 года. В экипаже он старший. Говорит, что эта ситуация одна из самых простых и не опасных. Периодически очень часто сталкиваешься. Приходится быстро думать, принимать решения. Потому что от старшего экипажа много, конечно, все зависит. Необходимо данную информацию сообщать и в дежурную часть. И быстро принимать решения по ориентировкам, то есть по приметам работать определенным. Ненормированный рабочий день, нормы для ППС, ночные дежурства и срочные вызовы. Праздников практически не бывает. Хочется пожелать сторожам правопорядка, успехов в нелегкой службе, стабильности, уверенности, высоких званий и, самое главное, безопасности. Под занавес минувшей рабочей недели в центре Ульяновска сотрудники ФСБ задержали депутата Ульяновской городской думы Антона Антипова. По информации силовых ведомств, поводом послужила взятка в размере 150 тысяч рублей, которую получил народный избранник. А уже в воскресенье решением Ленинского районного суда Антипова на два месяца заключили под стражу. Следствие установило. 19 августа Антипов сообщил Валерию Художиткову, начальнику управления дорожного хозяйства администрации Ульяновска, что может поспособствовать непроведению надзорных мероприятий Гостроинадзора. Цена вопроса 150 тысяч рублей. 31 августа Художитков сообщил об этом в ФСБ. 2 сентября во время передачи денег депутата задержали оперативники, а уже 3 числа силовики предъявили ему обвинение в посредничестве во взяточничестве. Следствие попросило суд заключить Антипова под стражу, мотивируя тем, что, обладая загранпаспортом, депутат может покинуть страну. Суд прислушался к доводам. И с 4 сентября Антон Антипов официально находится в следственном изоляторе областного центра. С первых дней этого учебного года каждую неделю школьники будут начинать с поднятия государственного флага исполнения гимна. Это новшество закреплено законодательно. Каждый гражданин должен знать и чтить символику родной страны. Помимо этого, каждую неделю с детьми будут проходить разговоры о важном. О чем расскажет Александр Злобин. В нескольких школах нашего региона традиция поднятия флага возрождена еще в прошлом году. А в этом триколор взмыл в небо над каждой школой страны. В лицее номер 100 учащиеся развернули полотнище и подняли его под гимн России. Если посмотреть на цвета флага, нам очень важно, чтобы дети осознавали смысл этих цветов. Например, белый – это мир и благородство. Синий – это верность, честность. Красный – это мужество, смелость, любовь. Значение слов «Гимна России», отражающих само величие нашей страны, также важно в формировании личности ответственного гражданина. У нас есть свои символы, это и флаг, у нас есть гимн лицея, который мы поем и на линейках, и на любых мероприятиях, потому что этот патриотизм начинается где-то внутри себя, с того места, где мы выросли, где мы учимся, а потом уже дорастает до масштаба всей страны. Флаг, герб, гимн объединяют жителей нашей страны. Важно, чтобы новое поколение не только следовало традиции, но и знало значение главных государственных символов и их истории. Это станет одной из тем разговора о важном, которая также охватит всю Россию и вовлечет тысячи детей в беседы о самом главном. У нас в сегодняшнем дня стартует разговор о важном. Разговор о важном – это разговор о том, о чем волнует сегодняшняя молодежь. Это разговор об истории семьи, школы, села, улицы, города и страны в целом. Основная тема первого открытого урока – Россия – страна возможностей, где детям представят проекты, которые помогут найти себя в большом мире. В будущем хотелось бы стать инженером, то есть конструировать, как-то помогать развивать страну. Проекты могут помочь, так как на одном из проектов как раз-таки занимаются конструированием разных машин, схем и так далее. Это может быть полезно. Проводить такие уроки и знакомить детей с проектами будут преподаватели школ. Успех школьников в первую очередь, успех подрастающего поколения. От этого зависит будущее нашей страны, нашего государства. И хорошее будущее могут построить только успешные люди, которые развиваются, которые узнают что-то новое и предлагают свои идеи для реализации. Будущее каждого школьника зависит от его собственных усилий. Но если помочь ему в воплощении заветной мечты, задуманное исполнится и легче, и быстрее. Первые числа сентября – это не только начало нового учебного года. Две памятные даты приходятся на самое начало осени. 2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая, самая массовая война, унившая жизни миллионов людей. 1 сентября 2004 года в Беслане во время торжественной линейки группа боевиков захватила школу номер один, в которой на протяжении двух с половиной дней удерживало в заложниках больше тысячи человек – учителей, родителей, маленьких детей. Накануне ульяновцы почтили память погибших в годы войны и невинных жертв террористов. Трагедия Беслана для жителей нашего города практически личная. Дмитрий Розумовский родился в Ульяновске 16 марта 1968 года. Из жизни он ушел совсем молодым. Подполковника группы специального назначения «Вымпел» было 36 лет. Ему присвоено звание Героя России посмертно, а в Ульяновске его именем названа улица. В годовщину трагедии почтить память героя пришли губернатор Алексей Русских и председатель законодательного собрания Валерий Малышев, товарищи по службе, жители региона. Я хочу обратиться к нашей сегодняшней молодежи. Нам сегодня всем как никогда нужна единство, нужна народная солидарность и поддержка наших сегодняшних парней, кто сегодня служит и в спецподразделениях, и в Министерстве обороны, в Росгвардии и других подразделениях, и выполняет свой долг сегодня по борьбе с терроризмом и с новой чумой 21 века современным нацизмом. На площади перед памятником много студентов и школьников. Многие из них родились уже после бесланской трагедии и знают о ней только со слов взрослых и из уроков мужества. Но история продолжается, и сегодня немало живых примеров героизма. Мы помним о подвигах наших воинов, которые ежедневно их совершают во время спецоперации на Донбассе. Они спасают детей, и благодаря им тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик смогли пойти в школы 1 сентября. Совсем мало осталось свидетелей другой, давно законченной войны. Победа в ней тоже выкована благодаря русскому оружию. На площади 30-летия Победы у Вечного Огня почтили подвиг павших воинов Второй мировой. Надпись у Вечного Огня гласит «Никто не забыт, ничто не забыто». Не забывает пусть и враг. Кто к нам с мечом войдет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет русская земля. Антон Кузьмин, Бахтияр Султанов, репортер 73. Добровольческие батальоны Ульяновской области, Симбирск и Свияга продолжают докомплектование и слаживание. Стало известно, что на минувшей неделе к неравнодушным патриотам примкнул первый президент Федерации кикбоксинга Ульяновской области, призер чемпионата Европы и троекратный чемпион мира, участник войны в Афганистане Николай Кужаков. Еще одним бойцом стал депутат Ульяновской городской думы Владимир Ожогин. Решение принимал не спонтанно, однако сообщение об этом заставило побеспокоиться жителей округа. Когда узнал о возможности отправиться добровольцем, решение принял сразу. В такой момент необходима любая помощь жителям ЛНР и ДНР, помощь российским военнослужащим в борьбе с неонацизмом. От личного вклада каждого сейчас зависит успешное для России завершение СВО, а значит и благополучие мирных жителей, сообщил Владимир Ожогин ульяновским СМИ. А в личном телеграм-канале развеял опасения жителей округа. Работа по развитию территории остановлена не будет. Наши планы остаются в силе. Договоренности со всеми муниципальными подразделениями имеются. Руководство города и УГД нас поддерживает. Так что все, что за нами запланировано, должно быть выполнено. Это в телефонном разговоре подтвердил и председатель Гордумы Илья Ножичкин. По вопросам, связанным с исполнением наказов, мы здесь будем задействовать возможности комитетов, заместителей председателя Думы профильных по отраслям и, конечно, есть и председатели Думы в том числе. Поэтому здесь у нас вопросы на контроле. С Владимиром Борисовичем мы обсуждали перечень таких главных задач, которые нужно оставить на контроле, и он у меня на столе. По текущим вопросам здесь продолжат работу помощников, помощники депутата, и где-то будут обстраховывать коллеги по округам. Добровольцев готовят по всей России. Хорошо оснащенная база действует на территории Чеченской Республики. Здесь ждут любого, кто готов влиться в ряды участников СВО, вне зависимости от национальности или вероисповедания. Контактные номера для связи и уточнения условий проживания и обучения вы видите сейчас на своих экранах. Россия своих не бросает. Нигде и никогда. Это нужно живым. В Дальнем Засвияжье открылась интерактивная тематическая площадка «Память поколений. Наша победа». Бывшее техническое помещение при 76-й школе стараниями поисковиков, реконструкторов и стрит-арт-художника преобразилось в современный центр патриотического воспитания. Военное снаряжение, техника времен Великой Отечественной войны и муралы на тему подвигов советского народа и победы притягивают внимание не только школьников, но и всех жителей микрорайона. Подробности далее. Броневик, мотоциклы, стрелковое оружие, вклад реконструкторов. Артефакты с мест реальных боев Великой Отечественной – подарок поисковиков. Молодой стрит-арт-художник выложился в творческой работе. В целом, проект стал возможен благодаря субсидии из региональной казны. В итоге яркое место притяжения для детей и их родителей. Это действительно память. Я смотрю, сейчас люди проходят, жители останавливаются, смотрят, кто перетрестится, кто просто посмотрит и идет. Это уже говорит о том, что действительно идет большая воспитательная работа. Начинать можно с малого – с селфи у боевой техники или у мурала и постепенно втянуться в изучение истории своей страны. Экспозиция, расположившаяся в гараже, мобильна и легко может быть представлена в любой другой точке города. Но именно здесь всем неравнодушным к воинским подвигам выпадает уникальный шанс приобщиться к сохранению исторической памяти нашего многонационального народа. Яркие сцены, исполненные стрит-арт-художником, привлекают внимание. Для Марата Петрова это не первая работа по тематике Великой Отечественной. До этого он завершил большой проект в Индзе. Главное – внимание к деталям и исторической достоверности. Мы согласовывали, обсуждали, что можно сделать. Мои были предложения по стилистике, по цветовой гамме, как это можно было обыграть, чтобы это было современно и в то же время придерживаясь рамок исторических. Проект поможет молодежи осознать, какую цену заплатила родина в самой страшной войне 20 века. Понять, за что сражались их предки. Именно за то, чтобы сегодня школьники шли мирно, с рюкзаками в школу, получали знания и строили планы на долгую-долгую-долгую жизнь. И, конечно, важно, что это проходит не только на каких-то знаковых локациях центра города, где-то вот на точках патриотического воспитания, а проникало внутрь ткани города, чтобы это было повсеместно. Организаторы проекта обещают его постепенное развитие. В планах – изменение внутреннего убранства помещения, решение поисковой экспозиции и преображение четвертой стены гаража. Здесь должны появиться еще три мурала на военно-патриотическую тематику. Чему обязаны своим названием улицы 12 сентября и Железной дивизии? Кто такие Гай и Тухачевские? Чьи имена также нашли отражение в городской топонимике? 12 сентября 1918 года Ульяновск, в то время еще Симбирск, был освобожден от войск комитета членов Всероссийского учредительного собрания. Итогом двух месяцев белой оккупации стали расстрелы и аресты сотен и тысяч горожан. В преддверии годовщины освобождения мы проверили, знают ли ульяновцы прошлое своего города. В рубрике «Глаз народа» – ликбез по истории начала прошлого столетия. 12 сентября. Ой, что-то в гражданскую войну было, да? Да, улица есть 12 сентября. Да, 12 сентября. Кай, проспект. Да, проспект Дагай, да, вот это все. Да, гражданская война, да, что-то было. Памятник помню летом, да. Освобождение. Освобождение Симбирска, да? Да, Градейцев. 12 сентября. День освобождения Ульяновска от Чехов, от Белочехов. А в каком году было, помните? В каком? По-моему, в 19-м. В 18-м. В 18-м, ну, пошли. Не знаю, а вы, в честь не улиц, но бои, по-моему, в зоре революционной революционной. В 19 сентября, мне кажется, освободили от белгвардейцев, от Белочехов. А в каком году это было, не помню? Нет, не помню, год не помню. В 18-м году. Ну, молодец. День города. В чем стремится? В какое событие в эту дату произошла история? Железная дивизия освободила Ульяновск. А в каком году было, не помню? В 18-м? Да, наверное. Дорогу и инфраструктуру спортсменам в Ульяновске одним пространством для тренировок стало больше. На верхней террасе для любителей и профессионалов открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, оборудованный тренажерами, современными площадками для футбола, баскетбола, занятий, легкой атлетикой. В минувшие выходные здесь провели 10-й турнир, посвященный памяти героя России Дмитрия Разумовского. Физкультурно оздоровлялась вместе с участниками Маргарита Матюшинская. Не просто игра, а дань отваги Дмитрия Разумовского. Героя России, не пожалевшего жизни ради детей Беслана. Он тоже был спортсменом, он был боксером. Я тоже когда-то был боксером, даже мастером спорта. Но спорт и у Дмитрия, и у нас, у многих, стал приложением к нашей жизни, к нашей специальной жизни, подразделения спецназа. Сегодня это доброе, хорошее мероприятие, которое происходит здесь в памяти наших героев, еще раз нам напоминает о том, что зло должно быть наказано. Участники турнира, команды военнослужащих Ульяновского гарнизона силовых структур региона и юных футболистов собрались в новом физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа. Доступный спорт со всей необходимой инфраструктурой. Рядом с 74-й школой, где сегодня создана благоустроенная площадка. Когда-то здесь был Пороший, Бурьяном, Пустырь и Гаражи. Сейчас современный спортивный комплекс, где поправить свое физическое здоровье могут все желающие, как взрослые, так и дети. Обычно работа временем как в спортивных комплексах. Ну, естественно, вечерний, утренний мы закрываем. Можно записаться, если какие-то профессифутбольные турниры или другие всевозможные матчи, мероприятия. Пожалуйста, мы открыты для всех. Территория спортивной школы имени Дмитрия Разумовского расширилась в разы, ведь именно на баланс этого учреждения поставили стадион. Уже сейчас расписание на занятия составлено. График плотный, желающих стать успешными спортсменами много. Для этого есть все условия и грамотные педагоги. Здание самой школы тоже отремонтировано капитально. Заменены инженерные сети, обновлены залы, раздевалки душевые, где постелили теплые полы. На весь ремонт потрачено порядка 20 миллионов рублей. Тут и протекали стены, и крыша протекала. Даже в зиму все это промерзало. В общем, было даже страшновато, как бы все не рухнуло. И трещины на стенах были. То есть было холодно. К новому учебному году все готово. Спорт – возможность проявить способности, воспитать волю и характер. На старт, внимание, марш! К новым победам! Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего, безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Напомним, телефоны 3041-73. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова